всем привет вы на канале криптовалюта инвестиций миллион поговорим сегодня о цене биткоина о дальнейшем возможном варианте движения цены 6 сентября я давал прогноз на telegram канале youtube канале про возможное развитие событий что я тогда говорю что bitcoin оперся 52 тысячи ждем небольшой рост и откат потому что обычно всех загоняют понятно в лонги и потом быстро скидывают цену но этому я давал несколько факторов почему цена может упасть если вы подписаны на наш канал и у вас стоит колокольчик на youtube канале то получаете видео первыми также подписывайтесь на telegram канал и поговорим сегодня о криптовалюте дюдекс которая была залистена на биржу бинанс и потом произвели листинг на другие биржи многие из вас кто смотрел наш видео прошлое про листинг дюдекс видимо не поняли о чем была речь понятно что криптовалюта не выросла на новостном фоне на 11 тысяч процентов и вообще не об этом говорил я говорил о том что всегда в большинстве случаев когда идет листинг криптовалюты после листинга идет первая большая волатильность вас выносит как вверх таки вниз и если вы не успеваете закрываться вы можете оказаться в минусе второе что я хотел донести до вас это то что большинстве случаев криптовалюта вырастает и потом начинает нисходящее движение вниз после листинга и потом уже когда все там стабилизируется начинается проторговка и рост если это криптовалюта низком так далее давайте смотреть по тому что я говорил 6 сентября нас кормили такими хорошими новостями btk по 100 тысяч и энтериум по 5 тысяч вот я написал что оставлю это здесь обычно кормят хорошими новостями при фиксации мастодонтов крипты возможно я ошибаюсь мы увидим рост выше 52 тысяч на я думаю что сейчас как раз увидим откат цены по биткоина значит и откат цены по многим альткоином тогда цена была биткоина 51 400 и я указал вот как вариант движения цены далее криптовалюта пробила выросла даю как видите до 52 200 потом сделала снижение цены на 51 300 даже на 51 100 и начал опять расти далее мы выросли на 52 900 даже 53 и этот день прошел я говорил что вчера я говорил о предстоящем падении цены цена выросла до 52 900 плюс 278 процентов на фоне покупки сальвадором когда сальвадор легализовал биткоин приобрело 400 биткоинов поэтому падение отменилось но как мы видим сегодняшний день мы вернулись в исходную вчерашнюю точку про торговки мы можем увидеть восстановление на уровень 51 500 700 но я по-прежнему считаю что нисходящее движение биткоина продолжится и может даже дойдем до 48 вот конечно же то что я говорю свои мысли и какие-то свои наработки вы должны сопоставляться со своими мыслями и то что ваш опыт как заходить в какой точке вы должны это чувствовать видеть по графику если этого вы не будете видеть то тогда скорее всего у вас по прогнозам вы смотрите вы зашли по прогнозу я говорю он будет падать а когда вот вам выйти это уже вам нужно решать да возможно я ошибаюсь что он именно вот я вот ошибся на один день и биткоин вырос на 278 процентов тех кто торгует на фьючерсах там больших плечах их наверно уже вынесло потому что 278 было бы процентов если на 100 x вот не все вы бы выдержали сказал прогноз не сбылся но трейдинг если вы торгуете в день как скальпинг да используйте такую методику то вы должны либо поджимать реально стоп лоссом случае отката цены но должны видеть глобальную глобальное движение цены куда найдет вверх или вниз потому что если вы этого не будете видеть вас себя будет выносить дальше я записал несколько видео ftm так далее в общем цена таки упала и мы увидели снижение до 42 вообще тысяч потому что тут уже играет и не только продажа большого количества биткоинов несколькими группами до людей но и еще паника которая началась потому что много ликвиднула людей на фьючерсах на споте там другая немножко цена поэтому поэтому как вы видите я дальше написал про доги что bitcoin упал и след за всеми остальными криптовалютами упали и другие криптовалюты они не писалось насколько упали но больше чем bitcoin упал и потом восстановились доги коин на 29 процентов xrp на 29 процентов и энтериум на 19 процентов c98 на 27 процентов ftm на 46 процентов кстати очень быстро восстановился ахс на 35 процентов сол вообще бомба он восстановился очень быстро на 46 процентов поэтому когда вы увидели такие такие падения то в любой точке в принципе где бы вы не купили на просадке даже частями уровнем фибы вы бы остались в плюсе в хорошем плюсе все остальное торговля нашла очень так гала текущая потому что опять про торговка началась тут то он идет вверх то вниз и очень сложно было очень сложно было торговать вот далее я рассказывал про вот как раз дюдекс листинг последние прогноз я давал вчера да вот я написал уровне поддержки и сопротивления скажем так поддержка была 4400 если бы мы упали ниже то мы пошли на 4 42 900 42 93 44 400 то есть простите вот и в итоге я по этап надо наверно в таймфрейм в одну минуту он начал писать в группе может откат быть течение 30 минут на минуте как видите она пошла вниз подходит к локально первой поддержки пробили низ вот ну и в итоге мы все-таки дошли до 4 400 этой зоны и я получил яблон зашел на 52 процента там конечно было больше процентов но я не записал красивая отработка уровней кстати произошла то 83 процента начинали мы 10 сентября прогноз что я думаю на данный момент это то что у нас тут такая проторговка может начаться где мы видим 52 50 45 300 45 200 до торговля можем спускаться на 44 800 но по сути мы должны пойти и вот как раз в рост на 46 200 если повезет на 47 400 пока выглядит это позитивнее вот вот вам уровень проторговки на 44 400 и 47 то есть вот она возможного возврат к этой ценовой позиции случае если что-то пойдет не так мы можем прийти еще на 42 тысячи но если так как я сказал то мы пойдем вверх я все-таки сейчас за то что мы пойдем вверх все вас может быть тут такое движение исходящая низ и движение вверх уже более до более может на 4 процента это очень жирно на битконе такой процент вот но хотя бы если мы здесь откажемся хотя бы на 4 процента вырасти или же четыре процента здесь 46 700 то есть я за то что сейчас биткойн должен локально идти вверх при анализе криптовалюты ваша задача посмотреть разные таймфреймы и старшие таймфреймы обычно указывает на мы либо движемся вверх либо вниз вот за один день мы глобально упали но глобальных на четыре часовом таймфрейме мы упали на 6 92 процента поэтому я все-таки ожидаю что вот продолжится рост вы должны смотреть на волатильность четырех часов вас четыре с половиной максимум 6 и 3 то есть мы можем по такому же примеру дайте до вот 4 и 8 как я говорил на 46 200 или же даже но здесь мы наверное 100 парнем ся будет у нас зона зона сопротивления 47 47 500 по поводу биткойна я вам рассказал теперь криптовалюта дидекс вы видите раньше ее не было на таких биржах только на бинансе сейчас подобавляли криптовалюта дидекс была зависима на бинанс с парой сди выросла нас 390 процентов и потом откорректировалась на 24 процента это буквально в минуты на 4 минуты минус 23 процента потом криптовалюта начала восстановление восстановление за 59 минут на 44 процента в принципе неплохой заработок был но я записывал в прошлом видео и сказал вам что на этой криптовалюте очень большая волатильность и как правило цена откатывается вниз если взять часовой таймфрейм смотрите максимум был у нас восстановление значит максимум мы упали после листинга но опять 29 процентов это буквально четыре часа прошло и потом начали выкупать через четыре часа вы купили на 47 процентов потом цена через два до два часа упал на 18 процентов потом вы купили на те же 18 процентов и это у нас 9 сентября листинг и вот ночь вот начинается вечер и ночь мы падаем на 22 процентов наверно просыпаетесь и вы видите минус кто-то выходит дальше мы видим небольшое восстановление на 12 процентов но о том что я говорил что после листинга криптовалюта до имея первое большое волатильное вторую она идет нисходящее движение вниз вот 30-41 процент это тех кто зашли на в принципе на трахаяк на большого а тихо этой криптовалюты сейчас она опять пытается вырасти уже выросла на 34 на 27 процентов если сумму торговать на этой криптовалюте можно заработать поскольку это токим одной из кошельков я так понимаю то все токены если стоящий проект они потом в будущем конечно же вырастает как bnb тяжело сейчас сказать что конкретно может быть с этой криптовалюты поскольку очень мало данных и мы можем видеть рост цены там до 13 34 потом опять может локально падать и падение тоже будет достаточно большое поэтому ну как вы видите в падении там 13 процентов и выше поэтому я советую вам если вы заходите в сделку стараться поджиматься стоп-лосса в случае отката цены лучше откупить ниже и заработать чем или выйти в ноль либо вы будете в минусе и это будет для вас думаю очень хорошо при позитивном движении биткойна вверх практически все криптовалюты после стабилизации биткойна тоже начинает расти некоторые сразу реагирует ростом тоже приводил вам примеры поэтому первое учитесь второе чертите больше читайте и не слушайте новость не торгуйте на новостях все всем спасибо за просмотр всем пока